Друзья, привет! Сегодня на обзоре беспроводное зарядное устройство мощностью 10 Вт ROG W3. При помощи данного зарядного устройства можно быстро и безопасно зарядить свой смартфон без лишних проводов. К тому же это не только беспроводная зарядка, а также и удобная подставка для смартфона. Благодаря небольшому размеру она не займет много места на вашем столе, а наличие двух электромагнитных катушек позволит заряжать смартфон как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Но все же давайте посмотрим, как она себя покажет в процессе работы и самое главное разберемся с режимами зарядки. Поставляется устройство в фирменной цветной картонной коробке с обозначением основных преимуществ по мнению производителя. Наличие встроенной кнопки питания, USB порт для подключения блока питания, а также индикация процесса зарядки. С обратной стороны подробные технические характеристики. Производитель дает четкое понимание, что перед нами быстрая беспроводная зарядка, которая поддерживает стандарт Qi и выдает 9 вольт 1,67 ампера, при условии, что ваш смартфон это поддерживает. Комплектация стандартная. Собственно зарядное устройство, довольно-таки толстый и качественный кабель питания USB-A на USB-C. Длина кабеля чуть больше 1 метра и небольшое, но довольно-таки подробное руководство пользователя. Блок питания в комплекте отсутствует. Зарядка сделана в виде подставки изогнутой под углом 60 градусов. Основной материал корпуса это прочный огнеупорный ABS-пластик. На торсах присутствуют тонкие серебристые вставки, имитирующие алюминий. Благодаря четырем резиновым ножкам подставка уверенно себя чувствует на любой ровной поверхности. Также на основании подставки имеется единственная кнопка питания, при помощи которой зарядное устройство можно превратить в самую обычную подставку для смартфона. Размер основания для установки смартфона примерно такой же, как и размер большинства мобильных устройств. В нижней части предусмотрена резиновая вставка для фиксации смартфона, если так можно выразиться. Там же находится цветной светодиодный индикатор состояния процесса зарядки. Как вы наблюдаете, собственно корпус достаточно тонкий и о какой-либо системе активного охлаждения не может быть и речь. Но здесь она в принципе и не нужна, об этом чуть позже. Формат зарядного устройства в виде настольной подставки имеет как свои достоинства, так и недостатки. К примеру, во время зарядки и поступления входящего звонка или уведомления, достаточно взглянуть, чтобы увидеть, кто именно звонит или написал сообщение. Также стоит отметить, что смартфон можно заряжать как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Все это благодаря двойной катушке, установленной внутри корпуса. Таким образом, во время зарядки можно просматривать видеоролики или слушать музыку. Если же зарядное устройство будет располагаться на прикроватной тумбочке и ночью у вас возникнет желание взять смартфон, вероятность уронить его на стол достаточно большая. Это нужно иметь в виду. Как ранее говорил, беспроводное зарядное устройство поддерживает стандарт Qi, а также Fast Charge. Только нужно понимать, что для обеспечения быстрой беспроводной зарядки ее следует подключить к блоку питания с поддержкой Quick Charge. При включении зарядного устройства светодиодный индикатор подчередно загорается синим, красным и зеленым цветом. Тем самым информирует, что зарядное устройство находится в исправном состоянии и его можно использовать. Достаточно установить смартфон на подставку и он тут же заряжается. Светодиодный индикатор синего цвета подтверждение этому. Как только смартфон зарядится полностью, светодиодный индикатор станет зеленым. Зарядка имеет защиту от короткого замыкания, перезаряда, перепадов напряжения и другие возможные уровни защиты. Устройство также не реагирует на металлические предметы, если таковые разместить на поверхности зарядки. Для теста возьмем смартфон Samsung линейки Galaxy, который поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью до 10 Вт. К слову, продукция Apple, тот же iPhone 8 или 10, поддерживает мощность не более чем 7,5 Вт. Как вы наблюдаете, смартфон находится в защитном чехле и при этом заряжается без каких-либо проблем. Скажу даже больше, если установить вспененный материал толщиной 3-4 мм, смартфон по-прежнему принимает заряд. Таким образом, можно с легкостью заряжать смартфоны даже с толстыми чехлами. Во время зарядки корпус подставки не нагревается. За исключением основания, где расположена плата управления зарядным устройством. Смартфон на протяжении всего процесса зарядки остается холодным, как при быстрой, так и при обычной зарядке. Что насчет скорости зарядки? Беспроводное зарядное устройство заряжает смартфон от 0 до 100% примерно за 2 часа 30 минут. При напряжении 9 Вольт и току 1 Ампер. При напряжении 5 Вольт и 2 Ампера время зарядки не сильно отличается. В то время, когда стандартным путем, посредством подключения кабеля к смартфону, время зарядки составляет примерно 1 час 40 минут. Да, бесспорно, даже самое современное и мощное беспроводное зарядное устройство пока не в силах превзойти по скорости зарядки проводное зарядное устройство. Но тем не менее, беспроводное зарядное устройство имеет ряд преимуществ над проводным вариантом. А вот пользоваться беспроводной зарядкой или нет, решать только тебе. Надеюсь, видео было полезным и ты его оценишь лайком. А также подписывайся на канал, впереди еще много интересных обзоров. До новых видео, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!